Доброго времени суток, дамы и господа! Представляю ваше внимание сцентиляционный радиометр SRP88 1991 года выпуска серийный номер прибора 0626 В комплекте с прибором идут запчасти и принадлежности в заводских полиэтиленовых упаковках запчасти и принадлежности вот в таком полиэтиленовом пакете Причем, попрошу обратить ваше внимание что блок детектирования сейчас находится без защитного резинового колпака но здесь под номером 13 находятся два защитных резиновых колпака, поэтому вскрыв данный пакет полиэтиленовый, вы получите один защитный резиновый колпак рабочий и один запасной данные пакеты я не вскрываю в силу того, что не хочу нарушать целостность заводской упаковки вот такой вот заводской пакет с инструментами разнообразные отвертки, приспособления скобы и так далее также скобы для ношения прибора Два ремня, один с оригинальными креплениями, другой с неоригинальными креплениями Кабель для коммутации блока детектирования и пульта И две заглушки, одна заглушка для коммутации блока детектирования и пульта Другая заглушка для коммутации батарейного отсека к пульту А также в комплекте с прибором идут полный комплект документов Который состоит из ведомости эксплуатационных документов, альбома сборочных чертежей, схем и перечня элементов, ведомости запчастей и принадлежностей и паспорта на данный прибор. Паспорт нам интересен тем, что из паспорта мы можем почерпнуть следующую справочную информацию. Серийный прибор, номер прибора 0626. Чувствительность прибора на дату выпуска 31.01.91 составляла 3648 импульсов. Активность контрольного источника была на дату 31.01.91 1140 импульсов. Вот здесь заводские номера, заводские номера блока детектирования, устройство индикации комбинированное, то есть пульт и узла питания низковольтные 0.590. Вот такие вот серийные номера составных частей радиометра. Также здесь мы можем по паспорту посмотреть, свидетельство от приемки, номер прибора 0626, дата выпуска 31.01.91. Значит, следующая страничка свидетельства о консервации с теми же серийными номерами и датами выпуска. Свидетельство об упаковке 0626.91 года выпуска. И свидетельство о введении в эксплуатацию прибора абсолютно чистое. Почему? Потому что прибор в эксплуатацию не вводился, он был на консервации. То есть у нас есть по факту радиометр СРП-88 с полным комплектом документов, 4 книжечки, и полным комплектом запчастей и принадлежностей. Относительно деревянного ящика. Деревянный ящик для данного прибора будет либо же ящик от радиометра ДП-5В, либо же я поищу аналогичные по форме деревянные ящики для транспортировки данного прибора. Не суть важна. Переходим теперь к тесту работоспособности прибора. Включаем прибор. Сейчас в режиме БАД будет измерено напряжение на элементах питания, но попрошу обратить внимание на нижнюю стрелку микроамперметр. Она уже находится в рабочем режиме, то есть показывает состояние радиационного фона в месте измерения. Значит, напряжение на элементах питания 5,9 В, что вполне нормально, поэтому переходим в режим измерения. Перевожу радиометр в режим измерения. Сейчас производится досчет, потом сброс цикла и по новой будут показания. По расположению блока детектирования, который не уткнут в источник ионизирующего излучения, можно сказать, что мы сейчас, первое показание 31 импульс, измеряем радиационный фон в месте проведения съемки. Итак, первое показание радиационного фона – 31 импульс. Также попрошу обратить ваше внимание, второе показание – 34 импульса. Также попрошу обратить ваше внимание, что стрелка на вспомогательном стрелочном индикаторе полностью соответствует показаниям основного цифрового индикатора. Значит, третье показание – 33 импульса. Поскольку три показания достаточно близки между собой, то мы можем сделать вывод о радиационном фоне в месте проведения съемки. Итак, переводим радиометр в режим 2. В режиме 2 от диапазона 0,1 будет всегда срабатывать звуковая сигнализация, потому что 20% порог данного диапазона будет превышен. В режиме 4 данный порог будет превышен только местами, поэтому звуковая сигнализация будет местами попискивать. Соответственно, в режиме 8, сейчас еще в режиме 4 дождемся писка какого-то. Нет, не превышен. Вот здесь превышен. В режиме 8, соответственно, 80% порог от первого диапазона превышен не будет на таких низких фонах, поэтому мы не дождемся срабатывания звуковой сигнализации. И в режиме трещотки, режим 0, у нас происходит фиксация и звуковое озвучивание каждого гамма-кванта, попадшего на блок детектирования. Слышен характерный треск. Это режим 0. Переведем теперь радиометр обратно в режим измерения и произведем замер активности контрольного источника, который находится в корпусе прибора. Для этого блок детектирования утыкаем в знак радиационной опасности, нанесенный на корпусе прибора. Смотрим за показаниями. По отклонению стрелки мы видим, что показания гораздо более активные, нежели фоновые. Первое показание 89 импульсов. И динамика набора показаний гораздо более активная, нежели фоновых. Ждем второго и третьего показаний. 83 импульса. 86 импульсов. Но, к сожалению, поскольку здесь в качестве контрольного источника Cobalt 60 и с малым периодом полураспада в 5,3 года, и учитывая год выпуска прибора, активности какой-то выдающейся, ждать от этого прибора бессмысленно. 87 импульсов. То есть на первом поддиапазоне он стремится к правому краю интервала, но даже на первом диапазоне этот край не превышен. Вот такая активность данного контрольного источника. Выключаем прибор и переходим к осмотру внешнего вида прибора. Включите, пожалуйста, свет. Благодарю. Начать. Внешний вид прибора. Лакокрасочное покрытие в идеальном состоянии. Следов механических повреждений, либо повреждений в результате коррозии, как вы видите, нет. Серийный номер прибора 0626. Год выпуска 1991. Вид со стороны батарейного отсека. Сверху, со стороны блока детектирования. Низ. Обратная сторона. Радиометр в идеальном состоянии. По шнуру. Шнур тоже в идеальном состоянии. Не перебит, не перегнут. Иным механическим способом не поврежден. Блок детектирования имеет механизм для возможности соединения прибора с блоком детектирования и использовать в качестве одного единого устройства. Вот так вот соединяется с помощью скобы, которая идет вот здесь, вот в этом полиэтиленовом пакете. И можно использовать прибор, закрепив его на блоке детектирования, либо же оперативно снимать, либо одевать. Сам блок детектирования тоже в идеальном состоянии. Вот телескопический механизм, который позволяет фиксировать блок детектирования в любом положении. И состояние гильзы металлической блока детектирования, а также пластмассовой рукояти, оставляет желать, не оставляет желать, а наоборот. Абсолютно идеальное. Оговорился. Пластмасса без трещин, без сколов. Есть даже заглушка, которая обычно теряется очень быстро, если прибор был в эксплуатации. Вот такой вот SRP88 с полным комплектом документов. Благодарю за внимание. Всех вам благ и удачи. Продолжение следует...